Здравствуйте! Прошла неделя и программа «События культурной жизни» снова с вами, сегодня в выпуске. В 150-летие Третьяковской галереи посвящается выставка «Вдохновение в Толмачах». Волшебное празднество в честь короля солнца Людовика XIV в Архангельском. В Москве исполнилось 860. В 150-летие Третьяковской галереи, отмеченное чередой замечательных проектов, завершилось экспозицией творческих работ самих работников музея. «Вдохновение» – так назвали они свою выставку, открывшуюся в новом зале в Толмачевском переулке. Чем заняты сотрудники Третьяковской галереи? Как и любые другие музейщики, они собирают, хранят, изучают и реставрируют экспонаты, проводят экскурсии и читают лекции. А еще рисуют и пишут красками, фотографируют и ваяют, шьют, вяжут, вышивают крестиком, делают комиксы и золотошвейные иконы. Выставка в Толмачах возобновила многолетнюю традицию Третьяковки. Потом случился перерыв в 10 лет. За эти годы коллектив музея отчасти обновился, и молодые сотрудники обнаружили ту же страсть к искусству, что и их старшие товарищи. Казалось бы, так и должно быть. Но ведь одно дело – профессиональные художники, другое – теоретики. Им не обязательно владеть специальными навыками. Однако владеют, и это позволяет изнутри видеть творческие процессы. Должна быть поэтому большая часть авторов – реставраторы. Один из самых плодовитых и гораздо на выдумке – Максим Степанов, специалист по иконам. Листая каталог, делаешь маленькое открытие. Оказывается, яркими творческими способностями обладают не только реставраторы и искусствоведы, начиная с директора Валентина Родионова. Охотно берутся за кисти карандаш и сотрудники отделов технических служб. Вот эти виртуозные вышивки выполнила Татьяна Закора из отдела эксплуатации и ремонта зданий. То, что Юрий Любченко из отдела скульптуры экспериментирует с объемами и материалами – неудивительно. Виртуозное владение реставраторов фотографической техникой – тоже понятно. А вот обнаружив, что автор этих симпатичных холстов из серии «Знаки Зодиака» – отец Дмитрий из церкви Николы в Толмачах – приходишь в радостное изумление. И еще один замечательный автор – Марина Генералова из отдела технического контроля. Гринпис бы ей памятник должен поставить за идею альтернативных гаражеток, связанных из Махера. Какие все-таки веселые, изобретательные и нестандартно мыслящие люди работают в нашей Третьяковке. Закончилось лето, а с ним и музыкальный фестиваль «Корни и крона» в музее-усадьбе Архангельское. Последним его аккордом стало представление под названием «Волшебное празднество Короля Солнца Людовика XIV». Аромат той эпохи вот уже несколько лет дарит Москве балетмейстер Наталья Кайдановская – большой специалист по балету Ренессанса и барокко. У этого молодого артиста словно бы две роли – бога Аполлона и того, кто более трех столетий назад тоже танцевал эту партию – французского короля Людовика XIV. Людовик XIV был танцором, как известно, и он начал зафиксировать свои шаги на сцене. Он сказал, сделайте, пожалуйста, систему записи, создал академию танца. Наш первый указ после принятия усаживания на трон, первый указ – создать академию. И, значит, эти новоиспеченные академики должны были придумать записи. Так у танцоров появились своего рода ноты. Именно по ним хореографы реконструируют старинные па придворных балетов XVII века. Это балет, еще не придумавший Пуанты и Гранд Батман – мелкая, своеобразная пластика. Вот это выход Аполлона. Довольно длинный танец, очень сложный. Это сегодня наш репертуар. Я вот все хотела сама сочинить, а потом я по сравнению с древними хореографами почувствовала свою некую несостоятельность. И все-таки вот основное, основное будет показано именно подлинные танцы. Вся музыка, конечно, из сочинений Жанна Батиста Люли – «Любимца короля». Вот уж для кого музыкальная одаренность стала судьбой. Способный итальянец-поваренок превратился в придворного композитора, а на вершине славы, отбивая дирижерским жезлом такт, поранил ногу, и именно это свело его в могилу. Идея концерта спектакля принадлежит Алексею Семенову, клавесинисту, художественному руководителю ансамбля старинной музыки «ЛАД» и инициатору летнего фестиваля в Архангельском. У нас связывает уже длительная какая-то дружба и какие-то такие дружеские отношения теплые, то я не могла отказаться, и меня втянули в это безобразие. Отношения к этому прямого не имею, единственное, что я просто занимаюсь немножко одеждой и очень люблю это все. То есть весь этот хлам, вот эти тряпочки, полосатушки такие. Про Людовика XIV говорили, что лучезарный король любил иметь хорошее настроение и не очень обременял себя злобой. Очарование его эпохи запечатлело искусство. На что похожа контактная импровизация? На танец, на спорт или восточную практику? На праздник хором отвечают участники фестиваля контактной импровизации и перформанса. Рассказать об этом сложно, лучше самому станцевать или хотя бы посмотреть наш следующий сюжет. Но вполне возможно, то, что вы сейчас увидите, вызовет больше вопросов, чем даст ответов по поводу этой нестандартной субкультуры. Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три. Может быть, в детстве мы и не знали таких слов, как контактная импровизация. Но искусством этим владели все без исключения. А потом забыли. Забыли, как быть спонтанными, подвижными, открытыми и восприимчивыми друг к другу. В контактном пространстве хрупкая девушка с легкостью может поднять крупного мужчину. В этом есть что-то от феминизма. Но делается это не силой мышц, а на инерции движения партнера. Вообще, для того, чтобы победить гравитацию таким образом, неплохо было бы знать некоторые физические принципы. Но позволить своему телу быть свободным и выразить через него вдохновение можно и без специальных знаний. Этот танец тем и хорош, что здесь все равны. И начинающий, и продвинутый. Создателем контактной импровизации считается американец Стив Пэкстон, который вместе с группой своих единомышленников соединил воедино гимнастику, современный танец, йоговскую медитацию и айкидо. Техника, созданная Пэкстоном, интересна тем, что даже если вы не можете говорить на иностранных языках, вы можете разговаривать в танце, общаться с людьми, не сказав при этом ни слова. Стиву Пэкстону и его ученице Кэролайн Уотерс случалось учить, или, как предпочитают говорить контактники, делиться своим танцем со слепыми. Если спонтанные телодвижения – не терапия, то они становятся таковыми, когда человек вытанцовывает свои внутренние образы. Радостные или не очень эмоции, проблемы или даже болезни. Для всех по-разному эта техника важна. И если говорить обо мне, то для меня это практика, которая дает мне площадку для размышления о жизни вообще. И я в каком-то смысле становлюсь и философом, и практиком, и развиваю свое тело. С головой окунуться в такой перформанс осмелятся далеко не многие. Для первой встречи со спонтанностью достаточно просто пробежаться в припрыжку по тротуару. Может быть, тогда мы сможем сказать – есть контакт с собой, с творчеством, с жизнью. На днях Москве исполнилось 860. На Красной площади у храма Христа Спасителя в музее-усадьбе Коломенское звучала академическая музыка. Ей были отданы самые главные площадки города, и классическое искусство объединило слушателей всех возрастов – от мала до велика. С высоких берегов, на которых стоит Коломенское, вся Москва как на ладони. Лучшей декорации в день города не придумаешь. Мы просто в восторге от этого. Сколько ходили, здесь такого не видели. Сегодня в первый раз – замечательно. А ведь этот концерт – только начало. Руководитель Государственного камерного оркестра России дирижер Константин Арбелян и музей Коломенское начинают интереснейший проект – музыкальный фестиваль «Русские сезоны». У него есть подзаголовок «Лермонтовская строчка» «И звезда с звездою говорит». Солисты знаменитых оперных театров, выдающиеся скрипачи и пианисты звездного масштаба. Ожидается, например, Ван Клиберн. Он сам попросил включить себя в программу, чтобы сыграть в своей любимой Москве. То, что мы сейчас видим, это просто большой нам всем подарок. И счастье и удовольствие было сегодня выступать, и работать, и просто петь в удовольствие, и видеть счастливые лица слушателей. И было все абсолютно комфортно. Я надеюсь, что мы еще продолжим наше сотрудничество с маэстро. Сентябрь. И, как поется в песне, холодок бежит за ворот. А бесстрашные скрипачи Гайка Зазян и юный Артем Наумов совсем этого не замечают. Подмосковные вечера, дороги, одинокая гармонь. Эти великие песни тоже ведь классика. Самый высокий – золотой пробы. Огромное счастье петь в сегодняшнем концерте. И, конечно, мы желаем, самое главное, счастливых улыбок, здоровья, и чтобы солнце всегда светило над Москвой так же ярко, как вот сейчас. Что сказать о воскречении на прощанье, в чем на родине позовь на небо. Дорогие воскречения доброй ночи, Доброй вам ночи, вспоминайте нас! Для кого-то столица – это шумный, неугомонный мегаполис. Для кого-то – это пространство музеев и театров. Для старшего поколения – Москва – это бой курантов и торжественная Красная площадь. А какова юбилярша, увиденная глазами молодых? Об этом рассказала выставка в Центральном доме художника, в которой, кстати, участвуют молодые таланты нашего телеканала. Москва в свои 860 выглядит как никогда юной. Рецепты молодости просты. С эскизов, макетов и проектов на нас глядят смелые студенческие идеи. С портретов и фотографий – озорные детские лица. Образы детей, созданные молодыми художниками в год ребенка – это и творческий акт, и документальное свидетельство времени. Все идеи, роящиеся в залах ЦДХ, жаждут вырваться наружу и освоить урбанистическое пространство. Неоперевшиеся студенческой мысли вследить до уровня столичных небоскребов нелегко, но подобные выставки – это реальный шанс найти первого настоящего заказчика. Есть там, допустим, дизайн промышленный и так далее. У нас не самый лучший. Лучший в Англии колледж Святого Мартина или немецкая школа в Гетелькирхене. Мы тут пока не вышли на высокий уровень. Но станковые формы у нас великолепные абсолютно. Вот тут мы вне конкуренции. И наших ребят сманивают в наглую просто. Мы с этим боремся. Студентки Национального института дизайна в смесителях и водопроводных трубах увидели космическую романтику. Теперь надеются разместить в городских джунглях свой хай-тек комплекс под открытым небом. Это выставочный комплекс сантехнического оборудования, в центре которого находится бассейн. В нем мы разместили краба. Ну, создать такую иллюзию морского пространства. Из этого краба щупальца разносится по всем помещениям. Это так называемая подсветка. Новая жизнь пришла нынче и в старые родные московские улочки. Но образ столицы не должен терять романтических черт. И с вечно кипучим центром или строгими спальными районами соседствует тепло молодых сердец, искрящийся смех и поцелуи. Это поцелуи на фоне неба. Здесь, конечно, можно подумать и на фоне ночного неба, допустим, вечером, или на фоне дневного. Это, можно подумать, или солнце, или луна. Город и его люди с разными ценностями и интересами. В графической серии Татьяны Макаровой человек сам по себе уже город. А многочисленные здания и магистрали могут уместиться всего лишь на ладони или на дамской шляпке. Наша коллега Дарья Воронина в выставке «Москва глазами молодых» участвует в четвертый раз. За это время она успела стать членом Союза художников. Сегодня ее творческая кредо «Счастливые дети, счастливой Москве». Этот плакат посвящен достаточно сложной на сегодняшний день демографической ситуации. Ну, не только у нас в столице, но и вообще в России. В моем плакате соединение современного фона города с таким немножко стилем ретро. Буй курантов, звон колоколов, сигналы машин и звуки уличных оркестров. Москва, с днем рождения, тебе опять 18. О событиях культуры в регионах и за рубежом вы узнаете из рубрики «Культурный меридиан». А я с вами прощаюсь. Встретимся через неделю. Всего хорошего. Добрый день. На этой неделе Каннский фестиваль в сибирском городе. В Ярославле решили выкорчевать перформанс, а также фантастический рим и фантастика Ре Брэдбери. Как-то Олен Делон, размышляя о России, сказал «Чего у вас точно никогда не будет, так это Каннского фестиваля». Но великий актер не подозревал, что в далекой Сибири есть старейший город Канск. Чем не столица для кинематографа? В этом году Каннскому видеофоруму, стартовавшему в минувшую пятницу, исполняется 6 лет. На конкурс нынче было подано рекордное количество заявок. 380 видеоработ, присланных из 40 стран мира и 20 городов России. Главным призом Каннского фестиваля является золотой пальмовый секатор, обладание которым, по словам организатора фестиваля, раз и навсегда перекрывает пути к наградам французского Канна. В болгарском городе Выршиц открыли первый в стране памятник Владимиру Высоцкому. Автор скульптуры Георгий Чепкынов создавал ее по фотографиям артиста. Сын народного поэта, актера и музыканта Никиты Высоцкий, присутствовавший на церемонии открытия, заметил, что его отец очень любил Болгарию. А для самих болгар Высоцкий остается бессмертным, потому, что во многом благодаря ему произошло духовное сближение людей разных национальностей, независимо от убеждений и расы. Путешествие из Берлина в Рим, не покидая стен немецкого музея рисунков и гравюр. Такое не под силу современной техники, но под силу искусству. Перед нами предстанет не Рим нашей действительности, а удивительный город, увиденный Джованни Пиранези, гравюром, архитектором и одним из самых необычных мастеров в истории итальянского искусства. В серию, посвященную Вечному Городу, входит 137 гравюр, запечатлевших образы древних и современных достопримечательностей Рима. Но топографическая точность в его работах живет рядом с фантастическими образами снов и видений. Слово «перформанс» – представление, непривычное для русского уха, ярославцы предлагают заменить древнерусским «корч». Именно так в старинном русском городе назвали первый открытый фестиваль перформативного искусства. Его организаторам лаборатории перформанса, работающей в Ярославском художественном музее, исполняется нынче 10 лет. Это десятилетие стало для них экспериментами, исследованием музейного и городского пространства посредством перформанса и поиском новых форм для культурных традиций. Американский классик научной фантастики Рэй Брэдбери, которому недавно исполнилось 87, выпускает в сентябре новую книгу под названием «Отныне и во веки веков». Это будет сборник, состоящий из двух ранее не печатавшихся повестей. Обе повести были задуманы еще в середине 50-х. Когда-то автор хотел, чтобы одна из них стала основой для кинофильма, где главную роль сыграет актриса Кэтрин Хэбберн. В этой небольшой вещи журналист, спрыгнув с поезда, оказывается в Букалическом городке, где никто не стареет и где не живут дети. Фантастических вам мечтаний, долголетия и счастливой реальности. А я с вами прощаюсь. До встречи на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова